Славные сын 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 Славные сыnt под названием Невская, а князь Александр, командовавший новгородским ополчением, был навеки прозван Александром Невским за победу в битве, за смелость и мужество в бою. Шведское войско, а вместе с ним норвежцы и финские племена высадились на берегу, где река Ижора впадает в Неву. Вражеское ополчение рассчитывало захватить город Ладогу, крепиться на берегу Невы и Ладожского озера, а затем завоевать Новгород. Также некоторые историки утверждают, что основной целью шведов было отрезать выход России в Балтийское море, закрыть торговые пути на запад. Князь Александр Ярославович, получив известие в Новгороде о вторжении шведов, принял решение первым атаковать врага и, не дожидаясь подкрепления, собрал собственную дружину. Пока войско Александра шло к месту стоянки шведов, к нему присоединились местные жители ближайших селений. Водовшевляя свою дружину перед боем, Александр произнес знаменитую фразу «Не в силе Бог, но в правде». Князь и его дружина застали неприятеля врасплох. Шведы не ожидали нападения. Возможно, это и стало решающим фактором, способствовавшим победе новгородского войска. Александр напал утром. Битва длилась до наступления темноты. После противники разошлись. Шведы, погрузив убитых в сражении воинов, на корабли отступили. Деяние Александра Невского не было забыто. В 1710 году в память о Невском битве в Устье Черной речки в Санкт-Петербурге по указу Петра I был построен Александр Невский монастырь. Тогда ошибочно полагали, что сражение проходило не в Устье Ежора, а в Устье Черной речки. Монастырь был возведен по проекту архитектора Доминика Трезини. Позже ансамбль монастыря дополнялся по проектам других архитекторов. В честь Невской битвы в Устье Жоре стоит церковь Александра Невского. 30 августа 1724 года мощи святого Александра Невского были торжественно перенесены из Богородицы Рождественского монастыря города Владимира в Александр Невскую лавру города Санкт-Петербурга. Святыня прибыла в окрестностях столицы и была принята с особой честью. Петр встретил святые мощи у Устье реки Ежоры и поставил на великолепную галеру. Сам взялся за руль, а вельмож посадил на веслах. Когда галера с мощами приближалась к обители, навстречу был выведен барк, дед русского флота. Раздался колокольный звон и гром орудий. Новая столица праздновала перенесение мощей три дня. С этого момента Александр Невский стал небесным покровителем Санкт-Петербурга. А 12 сентября, 30 августа по старому стилю, в России ежегодно вспоминают это событие особым праздником – Днем памяти святого Александра Невского. В 1990 году по инициативе патриарха Алексея II в Свято-Троицком соборе рядом с мощами Александра Невского поместили ларец с землей, взятый с места битвы в Устье Жоре. Так Санкт-Петербург стал хранителем национальных святынь. Жизнь и служение князя Александра снискали славу мудрого покровителя, вдающегося дипломата, победоносного защитника Отечества, многодетного семьянина, верного патриота, защитника Церкви, монаха и святого. Все это делает жизненный путь святого князя уникальным и вдохновляющим примером, заслужившим любовь и уважение как в России, так и за ее пределами. Подвиги Александра Невского не должны быть забыты, и мы сохраним память о великом покровителе и защитнике города Санкт-Петербурга и всего нашего Отечества. Спасибо за внимание.